Божаю мясного здоровья, отработали вашими платами. Задоволение неимоверное. Два вылета, два спрацевания, сельскочено. Просто несколько дней не выходил в рулетку, сейчас приехал на дачу опять. Ну я тоже несколько дней, меня не было, я тут по делам. Очень важно. Не, ну так-то новости просматривал, сейчас за ужином. Да, в мире вообще творится там, вообще бог знает что. Кстати, вот у меня вопрос возник сразу, лично твое мнение хочу услышать. Связываешь ли ты вот это, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, на имею в виду Израиль, Палестина? И с тем, что происходит на Украине, это взаимосвязано, вот эти ситуации? Ну они же в день рождения Путина же начали. Ну совпадение, не думаю. Не знаю, мне наверное должно быть стыдно, но я не знаю, когда день рождения Путина. Ну я тоже не знаю, но сказали, что как раз вот нападение вот это террористическое началось в день рождения Путина. И я тогда узнал, когда вот день рождения Путина. Ну, как говорится, совпадение, не думаю. Ну подарок хотели сделать. Я понял, понял. Значит, ты так того же мнения, что ну то, что взаимосвязано уже выяснили, то что Москва причастна, да, к этому всему. Ну, Советский Союз всегда поддерживал террористов, поддерживал арабские страны. Ну а раньше-то наоборот, Израиль поддерживал. Советский Союз поддерживал Израиль? Да, было такое. Но это было очень недолго, и потом Советский Союз именно поддерживал Израиль. Каким образом? Он поощрял арабские страны к нападению на Израиль. Израиль проводил спецоперации и освобождал, так сказать, очередные территории Израиля, да. Ну, вспомните историю. Смотри, если другим словом, нет, туда далеко лезть неохота, мне прощаться интересно. То бишь, получается, что если Кремль сейчас замешан в этом, и это как бы на руку, да, Кремлю, если он в этом замешан, А какие цели добиваются? Может быть, того, что этим он ослабляет ту же Америку? Ну, этим он не ослабляет Америку. Нападением на Израиль невозможно ослабить Америку. Наоборот, американцы берут, подтягивают в Средиземное море свои авианосные группы, и этим демонстрируют, конечно же, свою силу. И говорят, Иран, не поддерживайте Хезбалу, не вмешивайтесь в эту войну, и как бы открыто демонстрируют, предупреждают, так сказать, не говорят, что мы типа в международных водах, и где хотим, тем плаваем. Это наши, так сказать, корабли мы хотим, а просто говорят, что вот наши корабли, ну, как бы честно, серьезно, и с позиции, конечно же, сильной стороны, и наоборот, они только усиливают свое влияние в мире. Ну, и мощь, это можно все кратко, вкратце все это сказать, не надо так сказать. Я очень кратко это все сказал. Ну, просто вам это не понравилось. Я пытаюсь перебить уже несколько минут, ты очень все кратко говоришь. Да, я очень кратко, и поделываю. А то, что, ну, я понял, что сейчас по бляске оружием там все понятно, там покажешь, вот мы там. А то, что уходит с бюджета американского много денег на это, это первое. И второе, что много недовольств сейчас среди жителей Америки тем, что происходит, тем, что они помогают и Украине этим. Сейчас даже бастуют там вот это там все. Ну, много недовольств. А, кто бастует? Это как-то сказывается? А? Кто бастует? Какие-то рабочие на заводах? Люди, обычные, обычные люди. Рабочие на заводах бастуют? Или что? Обычные люди. А, обычные люди. Они могут быть и рабочими, могут быть и нерабочими. Кем угодно. А, я понял. Я думаю, что это просто балбесы, которые, я не знаю, обдолбанные, то ли пропагандой, то ли еще чем, которые не понимают. Вот спрашивают такого человека, вы знаете, что произошло, по-моему, 8 октября. Или 7-го. Не помню. Ну вот, что произошло, когда было нападение террористов на Израиль. И люди, которые вот это, как вы говорите, забастовки устраивают, они не могут ответить на этот вопрос. И второй вопрос им задают. А какие цели добивались террористы? Что они действительно хотели... Я имею в виду, что сейчас забастовки не те, которые идут в поддержку Палестины. Да. Это сейчас началось, эти забастовки сейчас реально по всему миру уже пошли. По всему миру совершеннейших балбесов, которые вообще 2 плюс 2 не могут сложить. Давайте не будем обзывать там людей... Не, ну люди, которые не могут 2 плюс 2 сложить, на элементарный вопрос не могут ответить. Ну вы же не можете за всех ответить, кто что умеет сложить. То есть почему вот так вот... А я же говорю, их спрашивают, а они не могут ответить. Я имею в виду тех протестующих, которые протестуют сейчас именно в США и именно против поддержки Израиля и Украины. А именно против того, что уходят бюджетные деньги туда. Я вот за этих людей. Они тоже дебилы, да? А я таких не видел протестов. Серьезно? Ну да, да, да. Вот в поддержку Палестины... Ну может быть я как-то однобоко. Я же говорю, что я же не знаю. Может быть как-то однобоко. Может я что-то видел, что-то не видел. Я видел массовые демонстрации в поддержку Палестины. А вот массовые демонстрации против Израиля не видел. Но видел демонстрации за Израиль. Ну тоже дебилы, да? Нет. А, нет, это хорошее. А это люди, которые, да, которые могут ответить на вопросы. Вот видишь, как у вас все в Украине. Если не по-вашему, дебилы. А если вам нравится, хорошее. Ну ладно, это... Ну мы же против террористов. Те, кто за терроризм, те дебилы. А те, кто против терроризма, те хорошие. Ну это же тест. Давайте, я же стараюсь не перебивать вас, да, когда вы говорите. Почему вы постоянно перебиваете? Ну потому что, тоже я говорю, а вы начинаете говорить, что я слишком долго говорю. Ну да, слишком долго. А когда вы слишком долго, то это ничего страшного, это нормально. Нет, так я аж пытаюсь вывести на что-то. Я же что-то, я имею в виду вывести к какому-то ответу на вопрос. Ну так я же вас тоже, вам отвечаю, а вам не нравится. Я хотел спросить, блин. Ну бывает. Я же говорю, рыбу надо кушать. А, да, точно. Поровую. Напоминаю. Сейчас пойду, отварю обязательно рыбки. Обязательно. Ну может быть, тогда поймете, как бы, оно же, все понятно. Просто те, кто за терроризм, за нападение, за против народа Палестины, те люди, так сказать, очевидно, с ними что-то происходит. Нельзя поддерживать терроризм. Нельзя выступать за уничтожение народа Палестины. Вот и все. Да, я тут полностью согласен. Очень просто все. Еще, а, о, я вспомнил, что хотел сказать. Я тоже осуждаю тот момент, когда Палестина напала, когда там, особенно когда вот этот праздник музыкальный был. Много было. Фестиваль. А? Да, фестиваль музыкальный. Да, террористы, КамАЗовцы. И много-много молодежи, во-первых, убило, во-вторых, забрали в заложники, в плен. Это вообще, это оправдание, этому нету. Но дело в том, что из-за этого уничтожать целый народ, у меня, извините, тоже, мне кажется, это неправильно. Или вы считаете, что так и должно быть? Так именно за КамАЗ? Из-за каких-то, ну, повернутых, там, помешанных на какой-то своей волне людей уничтожить страну народ. Это по-вашему приемлемо? Так именно же этим занимается ХамАЗ? Не-не-не-не. Именно же этим занимается ХамАЗ. Не-не-не-не. ХамАЗ. ХамАЗ. Именно ХамАЗ. Он же убивал на этом фестивале людей разных национальностей. Они же этим самым, они же этим самым убивают людей, народ Палестины, конечно же. Это же палестинские жертвы детей, женщин, стариков. Это же именно вызваны ХамАЗовцами. Нет, ну, смотри, смотри, давай так. Сколько уже в Палестине убито людей? Очень много. Это нормально? Конечно, нет. Как это может быть нормально? Ты поддерживаешь тех, кто убивает? Нет. Я поддерживаю и осуждаю тех, кто это делает. А сейчас они не террористы, Израиль? Израиль нет, не террористы. Террористы это ХамАЗовцы. А как называют тех, которые убивают мирных жителей, детей, стариков? Как их называть? Террористы. А Израиль не террорист? А террористы это ХамАЗовцы. Они сейчас, не, хорошо, я понял. Они сейчас на данный момент убивают мирных жителей? Конечно, ХамАЗовцы вот прямо сейчас. Они террористы, да? Прямо сейчас террористы ХамАЗовцы убивают. Я за Израиль говорю, за Израиль, за Израиль сейчас говорю. А Израиль наоборот, он старается минимизировать потери среди мирного населения. Подожди, подожди, Израиль на данный момент не убивает мирных жителей? Израиль всячески старается, чтобы жертв среди мирного населения было гораздо меньше. Они террористы? Хамасовцы, да. А Израиль нет. Да я про Израиль говорю. Нет, Израиль не террорист. Израиль борется с терроризмом. А теперь смотри, такой встречный вопрос. Россия убивает мирных жителей на Украине? Конечно. Так Россия и на территории России, Россия, российские военные, российские военные террористы. А почему Израиль не террористы, хотя делают то же самое, и еще даже хуже? А Россия террористы, почему так получается? Смотрите, когда в школе Беслана ваши военные убивали детей... Теперь ты понял, что такое двойные стандарты? Конечно. Это то, что вы демонстрируете. Ты понял, против чего мы боремся? Да, я понял. Против себя вы боретесь. Ты сейчас только что сам своими словами доказал, что ты проповедуешь двойные стандарты. Вы меня же слышите или нет? А ты меня... Слышу. Я подумал, что вы меня не слышите. В школе Беслана, когда ваши военные убивали детей, жгли из огнеметов... Это как? Это терроризм? Ну, конечно. В школе Беслана убивали детей? А кто убивал детей в школе Беслана? Ты что, вообще дурачка. Ваши военные из огнеметов шмель, которые были найдены... Я не хочу даже говорить. А, вы не хотите. Я думал, ты умный человек. А ты видишь, ты как преподносишь. Ну, конечно. Ваши военные из огнеметов шмель. Ну, да. Ваши военные из огнеметов шмель в школе Беслана. Кто детей убивал? Что? Кто детей убивал в школе Беслана? Из огнеметов шмель, которые были тубусы найдены на соседних зданиях. Кто сжег детей из огнеметов? Ваши военные, какой-то там бригады вашей. Российские военнослужащие. Не только. У вас на территории России убивали детей. Слушай, я понимаю, я понимаю, что у тебя нет аргументов. Да, конечно, это у вас аргументов нет. Не, не, это правда, которую вы не знаете. Подожди, получается, что мы захватили детей в заложники в Беслане. И сами же их убили. Ну, зачем российские военные стреляли по школе? Захватили заложников в Беслане? Нет, нет. Ну, если вы так думаете, то это на ваших, так сказать, на ваших... Нет, я даже видеть... На вас, на вас это все. Вот так вот и убежал.